После гибели Кабана только Волк преграждает вам путь победы. Не успело здесь быть сражение, как вам передают оберения Шарлонгарма о том, что их армия во главе с королем занялась следующим драмством, все туже затягивая петлю на шею Волка. Отлично! Гляньте сколько мы отвоевали. Уже. Охренеть! Все, мы получается полностью подавили все земли под себя, остался Волк только. И это охренительно, то есть игра уже движется к своему логическому завершению. Погнали, ребятки! Отлично, отлично! Весенаясь! В последующий пират, когда вы увидите мой сняк, я сам буду стоять во сне. Волк принципиально отличается от всех прочих тварей, с которыми вы до сих пор не летела. Шлю вам своего лучшего аптекаря, возможно он окажется вам полезен. Давай, братан, это нужная тема. Нашли все окружение Волка с постройки фор... Так, понятно. Короче, просто пережить получается. Уничтожить всех врагов и пережить. Параметры давайте поменьше. Немножко сделаем. Так, у нас тут все отлично. Он будет нападать вот отсюда. Угу. Угу. Что мы можем? Камня у нас хоть попа ешь, извиняюсь за выражение, но это так. Вот это мы здесь застроим. Чтоб он тут не прошел. Даже в мыслях у него не появились атаки, знаете. О, и тут он мог пройти. Опасно, блин. Надо вот эти вот все моменты всегда проверять, ребята. Вот мотайте себе на ус, чтоб не было. И то иногда пропускаешь где-то. Застроились. Да иди ты, дорогой, знаешь куда. Кстати, карта маленькая. Развернуться здесь негде. И строить тут тоже негде. И близко к указателю мы строить тоже не можем. Поэтому принимаем решение. Будем застраивать вот так стену. Вот так вот. Ого. А, вот такие горы, вот такой ширины. Все, отлично. Здесь, естественно, мы поставим стену двойную. Никак не одинарную. Потому что одинарные стены, это точно не в моем стиле. Одинарная кирпичная, ну, каменная кирпичная стена, это даже не стена, ребята. Ее разваливают на раз-два, даже копейщики. Это запомните всегда, когда играете в страну холл. В принципе, вход здесь строить, я думаю, не нужно. Потому что сюда входить никто не собирается. А вот башен... А вот башен парочку поставить, это, конечно, нужно. Блин. Вот когда они успевают, скажите мне, атаковать? Давайте воткнем сюда вход. Лучники здесь стоят. У нас есть еще. По еде у нас пока есть. Давайте засядем сюда. Ох, блин. У них тут и рыцари даже есть. Ну, кстати, волк, да, вот он очень любит рыцарь. Вот этих тяжелых. Я, кстати, забыл за это. А, он собирается здесь разрушить. Интересно. Ну, ладно, пусть занимается. Хотя, это, конечно, опасно. Ой, вот это параша, это чума, ребята. Это, это пипец. Так, вот этих гвардейцев надо убирать отсюда. Чтобы они охраняли, даже не знаю где. Хотя, ладно. Пусть охраняют вход. Арбалетчики вот здесь точно ничего не сделают путного. Сюда. Луки достанут до этих домечников отсюда? Достанут. Великолепно. О, отлично. Все, пусть они стреляют, раз они достают. Ох, нам нужно будет сейчас сделать, опять же, мои любимые луки. В общем, у нас все тут сажают, у нас все замечательно. Нам теперь, нам нужно вообще дерево. Дерево нужно всегда в этой игре. Больше домиков с деревом, больше возможностей. По людям, что по людям? Ну, понятно, еще и чума там убила с этой коровой вонючей. Давайте поставим один домик. Так, еда. Это у нас есть. Давайте поставим еще несколько. Где у нас, где у нас этот мельница? Мельницы у нас нигде нет. Значит, ставим одну мельницу. Я ее просто не наблюдаю. Нигде. Тут мы будем ставить, где у нас будут луки делаться. А здесь, а вот, мы тут нигде пекарни не можем воткнуть. Хорошо, тогда пекарни мы будем ставить вот здесь. Одну поставим. Тут тоже нельзя. Значит, вот тут пекарню. Вот тут. И поставим их вот так. Почему никого? Потому что нет крестьян, да? Да. Ну вот, как бы потихонечку они атакуют. Нормально. Ну, правда, все это слезы, если честно. Пытаются завалить баллисту. Баллисту они сейчас завалят. Молодцы. Все-таки, все-таки молодцы. Так, ну, крестьяне сейчас же придут? Придут. Крестьяне придут. Вот эти лучники, я тоже думаю, их тогда надо... Не понял, а почему нет? Почему они не могут сюда? Потому что я пекарню так разместил? Походу, да. Да. Все было из-за пекарни. Так, фермеры. Сейчас дела у нас пойдут. Дела пойдут. И хлеб у нас сейчас пойдет. Все у нас пойдет. Только вот мельница одна. Хотя одной хватит для начала. Сейчас пойдут у нас фермеры. Давайте, нам нужен будет... Ну, камень. Как бы так... Во, пошли, рыцари, пошли. Нам надо будет много лучников. Давайте начинать вот прямо вот сейчас, вот с ее уже минутно строить вот эти вот домики. Внутри штуки нормально для начала пойдет. А склада у нас, у нас склад есть. Вот он, все четко. Ну, я думаю, они успеют их завалить, пока они подойдут. Это хорошо. Хорошо. Вот у волка вот единственный такой вот, это как вроде и плюс для него, и минус. Он очень любит тяжелых вот этих вот латных рыцарей. Это опасные противники. Если они в ближнем бою с вами, это, конечно, серьезно. Они вас снесут на раз-два. Башню они тоже хорошо рушат. Если их как бы много, и они правильно расставлены. Они тоже быстро башню разбивают. Но... Медленность. Я так не думаю. Я так не думаю, братан, что мои дни сочтены. Вот правда, вот извини меня. Но, увы, я так не думаю. Я думаю, тут башню за 35 мы воткнем. Так, ну сейчас он забьет. И мы вот сюда поставим башню за 35. И ее тоже обстроим. Ее тоже мы обстроим. Вот так вот. И все. И будет у нас все в порядке. Построим лестницу. Ты дэнс, ты дэнс, ты дэнс, ты дэнс, ты дэнс. И теперь мы посадим лучников сюда. Так, нам нужно сделать еще что-то с деньгами. С деньгами это почтительность. Давайте мы сразу сделаем почтительность себе. Почтительность будем в самых таких местах делать. Где оно нахрен вообще? Вообще. Опять. Давайте немножечко. Совсем чуть-чуть почтительности нам надо. Да, сказал Герман совсем чуть-чуть, а сделал охренеть. На минус 6 нормально. Не сильно нормально. Пока на минус 4 сделаем. Так, все, будет вот так. Вот так вот у нас будут прибавляться деньги. Дерево у нас должно быть уже. Что там с волком, с этим дебильным? Бездействуют лучники наши. И арбалетчики. Бездействовать нельзя. Так, вот тут у нас работа пошла. Начали делать. Сколько у нас времени? О, у нас уже, гляньте, уже половина прошла времени. Офигеть. А мы только-только с вами начали расстраиваться. Только начали какие-то планы грандиозные строить. А у нас уже половина боя прошла. Давайте тыкаем. Все. Думаю, наверное, хватит. Еще одно. Все, сам бог тогда велел на этом закончить. Лучников они загасили. Остались мечники, которых они сейчас загасят. И мы сможем еще, в принципе, нанять, когда уже сделают ребята. Давайте мы параметры игры на 90 поставим. Я сейчас даже не вижу смысла ставить медленные параметры. Провизии осталось мало. Милор, мы идем. Посадим их сюда всех. Пусть атакуют. Все, все. Теперь они видят. Теперь они знают, кого атаковать. Отлично. Три лука. Деньги есть. Все есть. Еда у нас прибавляется. Хотя можно, даже, наверное, нужно еще построить немножко. Этих пекарен. Блин. Ну это, конечно, печаль. То, что нету свободных людей. И дерева, наверное, нету, да? Ну, как раз вот принес дерево. Вот просто дровосек. О, блин. Это комплимент. Вообще-то, да? Но он, кстати, заводил же шотца моего. По сюжетку. По сюжетке. Провизии не осталось, да? Поэтому надо срочно строить пекарни. Пусть они еду нам делают. Крестьяне прибывают. Забираем их всех. Наверх. Ого! Отлично. Все. Гляньте, мы вообще полностью застроились. У нас башни застроены. Защищены, чтобы не было ничего неожиданного. Да, то, что нет провизии, это печально. Потому что люди убывают. Давайте, наверное, яблоневых садов поставим. Хотя бы немножечко. Но это отсрочит нашу кончину. Как-то вот так. Да, блин. Свалите нахрен отсюда. Давайте сад поставить. Уроды, блин. Еще сейчас поставим. Походу, наверное, все. На этом все закончилось. Больше садов. О, еще один можно. Ну и хватит. Этого для начала хватит. Это падает. Падает это потому, что с едой проблемы. Сейчас еды подтянут. Надо больше пекарень построить. Ешкин, матрешкин. Дерево тогда не было. Вот, все. Отлично. Сейчас еще. О, нормально притащили еды. И деньги идут, и луки делаются, и все хорошо. Он еще тащит луки. Замечательно. Ну и в принципе я хочу сказать, что победа на изи сейчас достанется. Уже все, последний бой. Я не знаю, сколько будет войск. Но я не думаю, что много. Блин, теперь у нас не хватает людей. Вот черт. Давайте поставим. Это один домик. Хватит, не хрен. Кто кормит их всех. У меня не хватит денег их прокормить. Ой, денег. Еды. Ну, денег, еды. Заберем их и засадим на башню. А вообще, чтобы им не так скучно жилось, добавим им вот эти вот штуки. Пусть они все огненными стрелами лупасят. Попробуй, братан, попробуй. На харде, наверное, проходить эту игру вообще нереально. Я даже не знаю на харде. Это сильно будет вообще на харде. Особенно нападать на замок кабана. Это вообще на харде. Гляньте, они вышли. Да, их много, да. Но они просто сейчас стоят, тупят. Знаете, наши лучники засыпают их стрелами. Уже половина, половина уже почти погибла. Еще подошли. Все. Теперь остаются чисто рыцари. Рыцарем и пехотом. Они завалят всех. И это чисто было достигнуто нашими силами. Вот как бы на старте. Грамотно определить. Вовремя все раскинуть. Рассчитать, что куда как. А, ну вот тут я не подумал. Вот тут надо было застроить. Но я не думаю, что комп до этого додумается туда полезть. Вот это разбить попробовать. Мне тут тоже не так просто разбить. Видите? А стенку они быстро сносят. Но, хотя, вот уже можно немного поволноваться. Не сильно, но можно. Вот надо сюда посадить, наверное. Пусть побудут тут. Но, опа, чан, Джеки-чан. Это серьезно. Самое время выпустить собак. Выпустить псов, е-мое. Псы, псы. Это нельзя здесь разместить, милон. Так, давайте мы немножечко ловушек разместим. Это нельзя здесь разместить, милон. Они вот сразу подыхают, как только они на ловушку находят. Ломают они мои здания, смотрите. Все ломают. Гады. Но, ничего страшного. Ничего страшного. Пусть ломают. Ловушек я там им понаставил. Вот здесь неплохо. Дерево еще у меня осталось. Поэтому. Блин, а что? Фигово. А куда они палят? Они в... А, не этих собираются. А что вы все стоите? Я не понимаю. Завалите их. Е-мое. Вот это вот плохо. Вот, в ловушку попали несколько человек. Но немного. Куда-то они едут. Непонятно куда. Типа, хотят все развалить, разрушить. О-о-о. Пачан, Джеки Чан. Смотрите, люди сваливают. Давайте уменьшим. Перенаселение. Ну, типа, они дома развалили. Вы поняли? И из-за этого такая вот проблема. Вот, все. Теперь не будет перенаселения. Главное, чтобы они амбар не развалили. Все? Не все. Вот еще остался. Еще остался один, который гасит. Давайте мы сейчас лучников туда пересадим. Да, вот здесь как бы я немножечко не рассчитал. Видите, я забыл. Точнее не забыл. Я даже не видел, что тут оказывается один. Давайте сделаем стенку подлиннее немного. А, они и тут проломили. Видите, тоже. Короче, немножечко длиннее сделаем. А, все, и камень кончился. А кто? А кто стреляет? Я не пойму. Чего его не... Вот, да, вот, интересно. Почему его не завалить? Вот скажите, в чем проблема его достать? Я никакой вообще проблемы не вижу. По сути победа, да? Или нет? А, вон еще вон конники стоят. Сколько тут их? Блин, не знаю, справиться они. Должны. Давайте отправим их сюда. Завалили. Блин, это деревья так мешают. Охренеть. Вот это тоже закроем. А, ну да, да. Они же развалили мне камень, чтобы я ничего не защитил. Не застроил, не за этого. Так, 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 так. Сюда мы пройти не можем. И сюда мы не можем. А отсюда мы не достанем. Даже не знаю, как поступить. Да давайте сюда их, может быть, и достанем. А, они сейчас вот нормально справятся, сейчас справятся. И все, в принципе, на этом победа. На этом победа. Все. Хоть они и прорвались, а разметели, но победа. Нормалек. Реально, победа. Уже на часах, правда, час ночи. Но победа. Всем огромное спасибо, кто посмотрел. Комментируйте. Обязательно нажимайте колокольчик. Ставьте лайки. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...